На 2021 год в городском бюджете заложено 8 миллионов рублей на изучение пассажиропотока. Последний раз эта процедура проводилась в 2016-м и для сравнения стоила 2 миллиона 805 тысяч рублей, в 2,5 раза дешевле. Исследование проводило Читинское автотранспортное предприятие. Целью было оценить уровень безопасности, доступности и комфорта общественного транспорта. В результате была разработана новая транспортная модель с измененными маршрутами. Согласно ей, необходимо было установить 450 остановочных пунктов и актуализировать 50 маршрутов. В 2017-м после исследований городские власти предложили оптимизировать некоторые маршруты и заняться установкой остановочных павильонов. Изменить схемы маршрутов, увести максимальных с магистральных дорог. И еще одной целью было это, так скажем, увести дублирующие маршруты с троллейбусных маршрутов. Ну, у нас там получалось по минимуму, буквально один маршрут, по-моему, всего уходил, остальные просто менялись. То есть, по его словам, при существующей схеме движение многих маршрутных такси повторяет схему движения троллейбусов и автобусов. Поэтому остановки зачастую заняты маршрутками. Для того, чтобы решить проблему и увеличить прибыль троллейбусного управления, должна быть создана новая схема. Но дальше разговоров работа не пошла. Сегодня читинцев волнуют все те же проблемы. Долгое ожидание транспорта, его изношенность и, главное, неудобные, непродуманные маршруты или просто их отсутствие. Жилая застройка в читинской агломерации продолжается, но необходимой инфраструктуры нет. В пути пассажирам приходится делать пересадки, что отнимает время и делает проезд дороже. Чтобы разработать новую схему маршрутов, снова необходимо дорогостоящее исследование. Вот только отлаживать систему между изучением проблем явно не успевают. А в этом году процедура и вовсе может оказаться бесполезной. Пандемия снизила объемы перевозок. Там перевозки попадали катастрофически. А вот сейчас мы сделаем обследование. И получится, что это обследование нам, в общем-то, чем факт. Действительно, риск пустить деньги на ветер есть. При этом важно понимать, что пассажиропоток в целом упал на популярных маршрутах. А в отдаленных районах его как не было, так и нет. Жители давно предлагают изменить траекторию движения, например, 17-го муниципального автобуса и направить его в застепь. Пока почти ездит полупустой автобус в маршрутке номер 5, люди едут друг на друге. Опять же, для принятия решения необходим пресловутый анализ. К концу января техническое задание на изучение пассажиропотока будет размещено. Документы на стадии подготовки. Торги будут проходить по 44-му федеральному закону. И ловцов на 8 миллионов будет явно много. При этом результаты исследований читинцы увидят еще не скоро. А ведь именно на них и завязана установка остановочных павильонов, знаков и вообще схема маршрутов. Небольшая работа уже ведется. В этом году в Чите планируется установить 12 остановок. Однако этого мало. Финансировать можно за счет БКД, если там возможно. Второй вариант возможен. Это за счет текущего содержания. Потому что, я так понимаю, сейчас в городе денег много. Если в прошлые годы было по 60 миллионов, то в прошлом году, насколько у меня информация есть, было уже 120 миллионов. 60 миллионов в конце года пришли. Видимо, освоили успешно. Ну и еще один вариант. У нас же есть муниципальный дорожный фонд, за счет которого содержатся МКО «Городские дороги». Попробовать через него. Там суммы небольшие, но делать это надо. Отметим, что законные места остановки транспорта популярностью не пользуются. Маршрутные такси встают и на перекрестках, и на парковках, и перед пешеходными переходами. Отмечается необходимость в изменении законодательства в перевозках. Например, как в Улан-Удэ. У Улан-Удэ так же поступило, да? У них положение разработано? Конечно. Ну, если есть закон, значит, надо его выполнять. Если не выполняешь, самое доступное, что понимает человек, это лишение денежных средств. Администрация подводит итог. Необходимы жесткие требования к характеристикам транспортных средств, их вместимости и правилам остановок. По действующим законам отказаться от конкретного частника жители не могут. Остается только ждать дату окончания контракта. Поэтому не менее важным, если не первоочередным, является проработка нормативной базы в отношении перевозок, а также привлечение на работу водителей муниципального транспорта. Третьи городских автобусов в настоящий момент простаивает.